Приветствую вас и конечно можно согласиться с Лилией, которая пишет, что вам нужно проработать такую черту характера, как предательство и вина. Вина это чувство глубины и я согласен с ней полностью здесь, но понимаете ли в чем дело? Вот вина и предательство кроме всего прочего еще и имеют моральную природу. То есть ваши моральные ценности были таковы, что вы легко предавали, значит, ну как легко, не легко конечно предавали, но предали два раза человека самого дорогого вам по одной и той же причине. И вопрос заключается в том, что послужило причиной осознания вами того, что вы сделали неправильно. То, что вы потеряли человека, любимого человека, допустим, дорогого вам нужного, то есть осознание ошибки произошло из-за того, что вы перестали удовлетворять свою потребность. Или мы поняли правду, что то, что вы делали не было верным, не было правильным, не было, как сказать, правомерным по отношению к человеку. Если первое, то, что бы вы ни делали, даже если вернете эти отношения с человеком, все равно, когда все более или менее произойдет и устаканится, вы все равно опять обманутесь. Просто потому, что ваши потребности изначально будут удовлетворены и черта вашего характера, она вновь проявится. Необходимо прорабатывать в первом случае ваши моральные ценности, которые позволяют вам так поступать. Что мы медвежицы, какие мысли, какие мотивы, какие цели. Когда человек предает, он либо не является тем, кем он есть для другого, либо он слаб. Вы, получается, слабый человек в этом плане. Вы поддаетесь соблазну. Но ведь слабость не позволяет уважать вас в большей степени. Соответственно, эту слабость необходимо осознать и стараться от нее избавиться. Дальше, промежуточный момент, который мне хотелось бы затронуть, он заключается в том, что вы сказали, что поступили так потому, что все равно конфликт бы был. Но из двух зол выбирают меньше, но был бы конфликт, но вы бы так не разругались, вы бы не перестали общаться. Почему бы выбрали обман вместо конфликта, тоже не очень понятно. Если вы осознали на моральном уровне ошибку свою, то тогда все, что вам можно сделать здесь, и это справедливо для первого случая тоже, это набраться терпения и методично, постоянно показывать человеку, что вы изменились. Показывать ему, что вы больше так не сделали. Для этого необходимо периодически пытаться наладить общение с ним какое-никакое, принять то, что он вам готов дать. Если не готов ничего, принять это ничего. Если не готов чуть-чуть, принять чуть-чуть. И постепенно, постепенно, вновь, по-новому, на новых основаниях, в новых условиях с ним близиться. Это будут уже другие отношения, это будет уже другое общение. Да и люди, наверное, тоже будут тоже другими. Я имею ввиду вас двоих. Но это единственный способ восстановить хоть что. Основная ошибка, которую вы можете допустить в этой ситуации заключается в том, что вы будете стремиться к тем отношениям, которые были раньше. Вот от этого я рекомендую вам отказаться. Ничего хорошего из этого не получится. Только будет разочарование, обида на то, что не получается вывернуть былое. И вы не будете получать удовольствие от того, что есть сейчас. И ваша подруга будет это чувствовать. И тем самым, никакого возврата отношений не получится. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его лучшим, пожалуйста. Буду благодарен.